Дайверы сильно рискуют, погружаясь на дно. И я не только о том, что у них может закончиться кислород в акваланге, или что они могут стать жертвой хищной рыбы. Иногда в темной пучине можно найти вещи пострашнее. От инопланетных творений и созданий до жутких кладбищ. В этом выпуске я покажу вам эти и другие вещи, заснятые дайверами, которые никто не должен был увидеть. Плавающий инопланетянин В марте 2013 года в Гренландском море во время погружения мини-батискафа камера случайно засняла то, что никто не должен был увидеть. Экипаж субмарины столкнулся с неизвестным существом с перепончатыми лапами. Уловив позади себя движение, человек резко обернулся, но жуткий подводный житель уже отплыл от субмарины и увидеть удалось лишь его силуэт. На видео довольно отчетливо видно, что существо чем-то отдаленно напоминает человека, но кто это? Настоящая русалка или подводный пришелец? Многие пользователи после просмотра этих кадров разделились на два лагеря. Кто-то посчитал, что это был искусный розыгрыш, кто-то утверждал, что такое невозможно подделать. Ведь дайвер, который, допустим, играл роль существа, не сможет справиться с давлением на столь большой глубине без специального снаряжения, да и двигается существо слишком быстро. Поэтому решайте сами, верить ли в существование русалок и ихтиандров или вам больше по душе чудеса техники и грима. Мы все слышали о таинственных кругах на полях и теориях о том, что их создают инопланетяне. Но слышали ли вы о кругах под водой? Такие тоже есть. В 2012 году фотограф и исследователь морского дна Йоджи О'Ката обнаружил у южных берегов Японии удивительные песчаные узоры. Йоджи был очарован этими загадочными кругами, которые были около полутора-двух метров диаметром и находились на океанском дне на глубине 24 метров. Кто или что их делает и, главное, зачем? Йоджи был очень заинтригован, несмотря на тот факт, что занимался картографированием и сбором информации о морском дне более 50 лет. Он решил вернуться обратно, но уже с командой, чтобы расследовать находку с помощью подводных камер. Обнаружилось, что создатель кругов был вовсе не инопланетянином. Йоджи и предположить не мог, что создателем была небольшая рыба из семейства иглобрюхих длиной всего несколько сантиметров, и творила она с помощью плавника. И более того, рыба была самцом. Оказывается, самец занимается своим песчаным дизайном, кропотлив работая днем и ночью. Он делает это, чтобы привлечь внимание самки. Если самки довольны увиденным, то они откладывают икру в середину круга, в углубление, чтобы защитить ее от океанского течения. Чем изощренней и красивей созданная рыбой структура, тем больше у самца шанс завоевать расположение самки. Иногда дайвинг может дать самое невероятное представление о существовании человека и его богатой истории. Так произошло с Брэдли Расселом, когда он отправился нырять в один из многочисленных сенотов, то есть естественных провалов, заполненных водой на полуострове Юкатан. Дайвинг определенно может быть опасен. Представьте, что вы ныряете в дыру в земле и проплываете через отверстия размером с ваше тело. Вы плывете сквозь эти темные дыры и попадаете в мрачные пещеры. И что вас может там поджидать? Как насчет истории, насчитывающей тысячи лет? Только эта история представляет собой останки людей. Вот и Брэдли Рассел не думал, что найдет в подводной пещере много скелетов, которые пролежали там много времени. Подумать только, что можно найти под водой. Но кости древних людей, странные круги и жуткие русалки – это только начало. Смотрите дальше, чтобы узнать, что можно найти у побережья райского уголка, увидеть инопланетный корабль, обнаруженный в Балтийском море, и узнать о других находках дайверов, которые никто не должен был увидеть. Лагуна Трук. Черепахи, скаты, акулы, сотни видов рыб и подводные призраки. Да, именно. Призраки. Для многих дайверов лагуна Трук или Чуук в Микронезии – это место, где можно затеряться и ощутить себя среди призраков на огромном кладбище военной техники. Затонувшие субмарины и военные суда, танки и самолеты в перемешку с ящиками, где остались снаряды и боеприпасы, а также скелеты людей, которые остались захороненными в подводном мире. Это место просто кричит об ужасах войны. В 1944 году американские истребители осуществили операцию под названием «Хейлстоун», направленную на уничтожение японского флота и самолетов, расположенных на аэродромах. Все это погрузилось на дно океана. Райский уголок буквально в одно мгновение стал братской могилой для военной техники и военных. Это, скорее всего, самое большое подводное кладбище военной техники. Много лет дайверы боялись погружаться туда из-за возможности взрыва бомб. Однако сейчас их достали, обезвредили и выставили на обозрение как свидетельство жуткой военно-морской катастрофы. Многие утверждают, что в водах лагуны Трук обитают призраки трех тысяч человек, тех самых погибших военных. Потерянный город. Легенда или реальность? Этот вопрос долго задавали в отношении существования подводного города Гераклеон. По историческим данным, Гераклеон располагался в глубоководном устье Нила и был одним из основных торговых портов Древнего Египта. Но однажды Гераклеон исчез. Мощное землетрясение разрушило город, а цунами целиком погрузило его под воду. Более двух тысяч лет он покоился на дне, пока французский археолог Франк Гадио все же не обнаружил этот легендарный город. Француз посвятил всю свою жизнь его поиску, но обнаружил лишь по счастливой случайности на глубине десяти метров в заливе Абу-Кир в шести километрах от побережья в районе Александрии. Зрелище из подводных руин было просто потрясающим. То, с чем он столкнулся, было гораздо более ценным, чем просто сокровище. 64 корабля, более шести десятков якорей, сундук с золотыми монетами и драгоценностями, три статуи высотой 5 метров из розового гранита и многое другое. Была также найдена табличка из черного гранита, надпись на которой гласила Гераклеон. В центре подводного города был обнаружен храм Геракла, тот самый, который описал еще греческий историк Геродот. С тех пор в этом регионе продолжают вести исследования. Было бы здорово, если бы дайверы смогли обнаружить на дне какой-нибудь инопланетный корабль, правда? Кажется, это уже случилось. В 2011 году шведские дайверы нашли нечто очень напоминающее аппарат пришельцев. Произошло это на дне Балтийского моря, в Ботническом заливе между Финляндией и Швецией. Вообще, они отправились на дно в поисках следов кораблекрушения вековой давности, но вместо этого обнаружили на глубине 92 метра странный округлый предмет диаметром около 18 метров. Примечательно, что рядом были продольные отметины, которые напоминали тормозной путь. Кстати, многие заметили, что по очертаниям таинственный предмет очень похож на тысячелетнего сокола. Космический корабль, пилотировавшийся Ханом Соло и его помощником Чубаккой в знаменитых «Звездных войнах». Любопытно, что рядом с объектом очень плохо работает электронная аппаратура. По словам исследователей из команды OceanX, которая занималась изучением находки, за 200 метров до объекта оборудование выключается. Перестают работать многие видеокамеры, электронные хронометры, телефоны. А когда дайверы отплывают, техника вновь радостно включается. Причем подобная странность наблюдалась несколько раз. Неужели она лишний раз свидетельствует в пользу того, что Балтийская находка – это инопланетный подарок? Одно озеро, расположенное в Кросби, штат Миннесота, хранит секрет, который скрывается на дне. Закройте глаза и представьте, что вы погружаетесь на дно этого прохладного американского озера. Видимость в воде плохая, и вам везет, если вы видите хотя бы на три метра от себя. Вы чувствуете, что тревога уже начинает вас охватывать, и скоро дело дойдет до настоящей паники. Дрожащей рукой вы направляете фонарь в разные стороны, и вот свет упал на человека. Открывайте глаза. Именно такую жуткую картину видят дайверы, которые опускаются на дно этого озера. Перед вами статуя одного из самых отвратительных убийц из фильмов ужасов – Джейсона Вурхиза. Не очень приятное зрелище, да? Ну нахер. Такое явно не ожидаешь увидеть на дне обычного озера. Как бы вы себя повели, будь вы на месте дайверов? Вы нырнули бы пулей? Завязали бы с дайвингом? Или отнеслись бы к такой находке спокойно? Дорога Бимини. Таинственная дорога Бимини долгое время была одной из самых обсуждаемых среди геологов, археологов и обычных дайверов. Что это за сооружение из каменных блоков, лежащее на дне Атлантического океана возле Багамских островов? Является ли она частью потерянной Атлантиды или у дороги вполне естественное происхождение? Итак, огромные известняковые блоки лежат на глубине от 5 до 6 метров. Многие дайверы и историки полагают, что дорога Бимини, или как ее еще называют Стена Бимини, это творение древней вымершей цивилизации. Также бытует мнение, что создателями могли быть инопланетные создания. Другие же уверены, что обработанные человеком камни – это сброшенный с морских кораблей балласт. В пользу версии о создании этих блоков людьми говорит то, что они сделаны из известняка и сланца, хотя такие породы на Багамах не встречаются. Сложно представить, что подобное сооружение, аккуратно размещенное на дне практически прямой линией, образовалось там только силой природы, само по себе, без прямого участия людей или каких-либо других разумных существ. Думаю, здесь не все так просто. Чтобы такое совершить, нужна волшебная сила, магия, чудо. Что ж, на этом все. Напишите в комментариях, какая подводная находка поразила вас больше всего. И спасибо вам большое за просмотр. Субтитры сделал DimaTorzok